Добрый день! Сегодня я расскажу одну тему, которую я интересовался, когда был студентом, даже еще, кажется, в школе заинтересовался. Купил книжку Станиковича про гравитацию, и там было упоминание о совпадении больших чисел. Значит, большие числа и гипотезы зависимости мировых константов. Это сейчас на экране начало статьи, которая посвящена этой теме. Но это только часть темы. Дальше будет иметь развитие. Что такое совпадение больших чисел? Первые большие числа были, какие-то закономерности, найденные в конце позапрошлого века, XIX, а в основном все это было в 20-х годах прошлого века, когда ученые, независимо друг от друга, стали сопоставлять какие-то константы, массу Вселенной, время Вселенной, заряд электрона, массу электрона, постоянной тонкой структуры, заряд не участвует, массу протона, размер протона, силу электрического взаимодействия, силу гравитационного взаимодействия для разных объектов. И выяснилось, что очень-очень много этих соотношений заканчиваются, составляют где-то 10 сороковой степени. Как где-то или 10 сороковой? Плюс-минус, порядок совпадает. Ну вот, например, сразу же считается, что такое классический радиус электрона? Просто соотношение константам же физического смысла не имеет? Не имеет. Если бы это было один раз, если бы это один раз было, ну и Бог-то с ним. Вот совпало. Ну, так и таким. Оказывается, что вот, смотрим первую формулу, радиус Вселенной и радиус электрона. 10 сороковой. А радиус Вселенной, я извиняюсь, видимой Вселенной? Или она же рассчитана? Она же как бы все время отрицательствует, считается, расширяется? Нет, нет. Подожди. Давайте. На данный момент, естественно, что, скажем, с 20-го года по 14-й год, эта характеристика не изменилась. Это считается вот на момент, на современности. Ну как, он же там растет, так сказать, чуть ли не экспоненциально. Ну не в 10 сороковой. Ну достаточно ему на порядок вырастить, чтобы это стало 10 сороковой. Он за год не на порядок вырастает. Ну в любом случае. То есть это можно взять справочники и посмотреть, какая сейчас считается общепринятая. Там есть разные расчеты. Есть разные расчеты, действительно. Но есть некоторые общепринятые характеристики, которые были вбиты вот в эти соотношения. И получилось, что все либо пропорционально 10 в 40-й, 10 в 80-й, 10 в 40-й, опять в 40-й и 40-й, 10 в 20-й. Еще прикольно было про время, чуть выше. Там вот было написано, масса либо электрона, либо протона. Это один порядок. Один порядок, в принципе. Три порядка. Три порядка. Так, сейчас давайте посмотрим. То есть вот эти формулы, то есть это не я их выдумал, это вот статья, это известные, которые обсуждались долго-долго в течение 20-го века. Давайте тогда действительно посмотрим. Вот возраст Вселенной, выраженный в атомарном времени. Вот это планковские величины. Значит, отношение массы протона и массы Вселенной, 10-80-й. Да, вот так. Дальше, что мы еще. Да, примечательная пятая формула, это соотношение притяжения электронов, электромагнитное взаимодействие, электрическое, да, и гравитационное. То есть они соотносятся 10 в 40-й тоже. То есть вот не вникая, то есть вот эти все кучи формул, когда их стали разбирать, получается, что они все друг друга пересекаются, их можно свести одна к другой. То есть это просто какие-то размерности, которые вот так вот совпадают. Но в конечном итоге выяснилось, что есть некие фундаментальные три формулы, которые нельзя свести одна к другой. Это отношение гравитационного взаимоотношения, электрического взаимоотношения для электрона. То есть два электрона взаимодействуют сильнее, чем гравитационных взаимоотношений, 10 в 40-й степени. Вот. Время Вселенной, возраст Вселенной выражено в планковских величинах времени 10 в 40-й, и отношение массы Вселенной и массы протона 10 в 40-й. Вот эти три величины не удалось свести друг к другу, и непонятно, почему они так. И они, главное, еще из разных времен, то есть из разных совершенно теорий. И еще стоял такой вопрос, что физика вообще такими величинами не оперирует. Такого порядка. То есть нельзя было себе представить такую формулу, скажем, если мы, допустим, создаем единую теорию поля, единую теорию взаимодействия, которая включает в себя и гравитационное, и электромагнитное, да, и в результате какого-то решения у нас получается разница в 10 в 40-й степени. То есть для электрического взаимодействия, электростатического и для гравитационного. Появились несколько гипотез, долго обсуждалось в 30-х годах, что и как. И наиболее интересная гипотеза предложил Дирак. Он предположил, что если 10 в 40-й это время, то может быть константы зависят от времени. И эти все соответствия, скажем, на начальный момент времени они как-то там соотносились, и поскольку они меняются пропорционально времени, то на наш момент их отношение как раз и равно времени. Вот это вот 10 в 40-й степени. Было очень много статей, было очень много конференций на эту тему, но толком ничего нельзя было доказать, и измерения гравитационной постоянной на данный момент не дают утверждать, что она меняется. Ни что меняется, что не меняется. А вот измерения всех остальных констант, которые входят в эти формулы, показывают, что они не меняются. То есть на современном моменте... Ну, по крайней мере, с той скоростью, с которой... Да, с той скоростью, то есть рассчитали. Вот в этой статье есть расчет, с какой скоростью должны меняться константы, и какие эффекты должны происходить. Скажем, нашли какой-то естественный ядерный реактор, это в Земле у нас существует, да, у нас на планете. Вот. И по расчету распада можно было судить о величине константа. То есть он существует, скажем, много времени, да. Так не нашли никаких изменений констант. То есть и на данный момент считается, что эта гипотеза Дирака не верна, то есть не подтверждена. Вот. И постепенно интерес к большим числам пропал, и сейчас никто не обсуждает их. Вот. Но факт, остается фактом, что есть вот такие соотношения совершенно разрозненных мировых константов. Кстати, в этом году вышла статья опять, касающаяся совпадения больших чисел. Где-то она у меня есть, но она по-другому подходит, чем Дирак. Там по-другому меняются константы. А, там не меняются же константы. Ну, что-то они там тоже рассчитывают. И там основная мысль была такая у них, что они нашли две константы, k, k1, k2, которые можно все эти формулы записать через какие-то порядки. Ну, ничего из этого не следует. Вот просто какие-то математические расчеты были сделаны. Вот. То есть это я закончил первую часть, которая касается гипотезы переменности константов, введенной Дираком, неподтвержденной, и самому факту наличия этих больших чисел, которые долго будоражили умы, но так ничему и не привели. Навеснения этому нет. Теперь у нас имеется вторая тема. Вторая тема посвящена космологии академика Амбурцумяна. Известнейший астрофизик советский Амбурцумян, он работал и у нас в Пулковской, потом работала Армянская обсерватория. Как она? Я забыл тоже. Нет, я не знаю. Ну, там есть отделение астрономии Армянской академии наук. Да, да, да. Ну, там своя как-то... Ну, неважно, да. И он в свое время выступал против традиционной космологической идеи образования космологических объектов галактик, скоплений галактик, галактик, звездных скоплений и звезд путем конденсации газа. Перераспеленные вещества. То есть традиционная сейчас теория космологическая... То есть не любил его, но его Канта, да? Да, это еще традиционная сейчас, а это еще Кантовская гипотеза. То есть Кант ее... То есть и Лаплас. То есть Кант, Лаплас развивали, предложили впервые космологическую идею, что все тела наблюдаемые звезды, тогда галактик еще они не наблюдали, образуются путем конденсации газовых облаков. Есть облако, оно конденсируется, гравитационные силы стягивают ее, образуются современные наблюдаемые космические тела. Оборцемент придерживался другой идеи, противоположной, что все видимые галактические звездные объекты образовались путем взрыва протогалактического вещества, протовещества какого-то. То есть было некое твердое тело, супертвердое, оно взрывается, разлетается, и, скажем, в центре скопления галактик было некое твердое тело, оно разлетелось, путем распада образовалось несколько галактик, галактик еще распадается на звездные скопления, звездные скопления, то есть на не звездные скопления, на прототела, которые потом превратятся в звездные скопления, потом звездные скопления тоже распадаются, То есть цепочка распада доводит до того, что в конечном итоге мы имеем звезды. Это конечный этап звездной системы, цепочки этих распадов. Что это про то вещество, он не мог сказать. Никаких подтверждений и наблюдений, которые могли бы дать приоритет одной из двух противоборств теорий, сейчас таких четких нет. На стороне конденсационной теории расчеты действительно рассчитывают, что в результате некой фректуации возможно образование каких-то сгусток, от которых начинает гравитационная конденсация вокруг них. Но есть очень большая проблема, связанная с появлением вращательного момента и магнитного момента собственного. То есть если это гравитационное облако, нейтральное, электрическое, магнитное и не вращающееся, то путем конденсации добиться вращения космологических объектов, да еще присутствия у них магнитного момента вращательного, это очень затруднительно объяснить. И плюс еще сложность есть, это анизотропия. То есть если у нас есть некий большой взрыв, есть некое облако и первоначальное вещества, то трудно представить, что вот так вот точечно и на равных расстояниях друг от друга мы наблюдаем практически, хотя анизотропия не полностью соблюдается, как в последнее время выяснилось. Но в те времена считалось, что да, существует анизотропия Вселенной и скопления галактик, галактики, звездные системы равномерно распределены. То есть если фруктация здесь, то они должны быть хаотично распределены по теории конденсации. Но ввели инфляционную теорию большого взрыва, и она как-то это объясняет. В инфляционной теории есть некое объяснение и анизотропии, и даже плюс наблюдаемое нарушение этой анизотропии. Ученик Амбурцумяна, Мурадян, сделал маленький шажочек вперед относительно его теории. Он предположил, что этим протовеществом являются супертяжелые адроны. Супертяжелые адроны, и что каждое скопление галактик, галактика, звездные скопления, звездные, на момент распада представлялись все супертяжелые адроны. Чего он этим добился? То есть он написал формулу, по которой, имея данные о спине этого суперадрона на момент разрыва, можно рассчитать магнитный момент и вращательный момент звездных тел. И это совпадает с точностью до нескольких знаков. Поскольку там величины огромные, то это для спецкопления галактик, галактик, звездные скопления и звезд. Что с чем совпадает? Его расчеты, вот этот вращательный момент и магнитный момент, совпадает с реальными измеряемыми расчетами вращательного момента космологических объектов. Для какого это конкретного? Для N, дискретного N, которым соответствует скопление галактик, галактики, звездные скопления, звезды. То есть беря разное N, он получает вот эту иерархию. И в этой иерархии космологические объекты, если принять, что на момент распада они представлялись сейчас суперандроны, то есть если у Амбарцумяна это было просто прото-вещество какое-то, у него не было, откуда у него спин, ничего. А когда предполагается, что это был суперандрон, то у него есть спин, и есть у него какой-то магнитный момент. И тогда вот из этого можно, но на этом все закончилось. Дальше, значит, эта теория как бы не имела развития, только маленький шажок. Сделал студент 5-го курса Ленинградского институционного преобустроения Александр Белодачев. Вот эта вот статья. Я сидел тоже долго, перемножал все эти константы, получал новые какие-то совпадения с 60-60, с 40-й. И сделал маленькое дополнение, скрестил теорию Амбарцумяна с дополнением Мурадяна с представлением о непостоянстве константа. Кстати, тогда, правда, я о теории непостоянства константа Дирака не знал. Потому что почему я просматривал наши русскоязычные журналы, там ее не было. Либо пропустил. У Станниковича тоже не было. У Мурадяна в статьях тоже не было. То есть почему-то я пропустил, что эту гипотезу первого видна Диракова. Я ее сформулировал. Значит, идея такая, что константы перемены. Что дает нам переменность констант в данном случае, в отличие от Мурадяна? То, что я предполагаю, что протовеществом, той проточастицей, той суперадроном был нормальный нуклон. Нормальный нуклон, существующий на тот момент времени. То есть идея такая, что если у нас переменные константы, то они меняются так, что нуклон обладает теми же значениями. То есть он является таким же, как у нас сейчас, но с другими параметрами, на момент, когда он распадается на образование космологического объекта. То есть не супер какой-то, а просто обычный нуклон. Вот мы сейчас, скажем, при наших значениях констант, наш нуклон, это вот наш нуклон, который есть. На момент образования скопления галактик, он был таким же нормальным нуклоном, но с теми параметрами константа. То есть я записываю предположения о переменности констант. Значит, что постоянная планка зависит от времени, гравитационная постоянная и скорость света. Я ввожу какие-то там начальные значения и дальше начинаю с этим играть. И предполагаю, что из формулы той, которую мы видели... Отношение массы Вселенной к массе нуклона у нас 10... Да, да, 10, 40, 60, это нет, это массы протонов. Ну, в общем, у нас количество протонов равно... Да, количество протонов равно времени в квадрате. То есть я предполагаю, что количество протонов растет пропорционально времени в квадрате. То есть у нас Вселенная на начало один протон представляла из себя, потом она разлетелась на количество протонов, равное количеству скоплений галактик. Каждый протон, который был скоплением галактик, распался на столько протонов, сколько было галактик. И так дальше вот эта цепочка распада. Сейчас он распался настолько, что является нашим текущим протоном. А закон сохранения вещества там что-никак, что ли? Ну, в данном случае закон сохранения вещества действует. Как раз эта проблема, мне кажется, он здесь действует, потому что там масса... Масса, да, масса предполагается... А в диолете рака это, к примеру, он не действует, потому что там константа, если меняется, то у нас есть энергия. Нет, здесь тоже меняется. Это отдельно. Но он там как бы... Это отдельно обсудим. Значит, дальше путем всяких манипуляций, которые я не буду здесь описывать, которые я и не помню. То есть я пытаюсь составлять систему уравнений различные, использую различные там те же уравнения Дирака. Вот система уравнений получилась для расчета. Дальше я рассчитываю и получаю вот такие формулы, которые нам утверждают, что постоянная планка, она пропорционально, обратно пропорциональна к квадрату времени, гравитационная постоянная растет пропорционально времени, а скорость скорости это постоянная. То есть это вот результат расчета этой системы. Значит, здесь формула, что из себя представляла гравитационная постоянная и постоянная планка на момент начала распада. И дальше я предполагаю массу космологических объектов. Масса космологических объектов. Это масса протона на момент образования. Это масса Вселенной, деленная на количество протонов тогда. То есть она пропорциональна к квадрату времени. И подставляя вот эти предположения в формулу Мурадьяна, я получаю такой ряд, что масса, вот то, что Мурадьян сделал для вращательного момента, то я получаю, что масса и размеры космологических объектов на момент распада этого протонуклона, на тот момент, они совпадают с измеряемыми сейчас с точностью до плюс-минус порядок. Что подтверждает? Ну там есть одна гипотеза, что расширение после взрыва, расширение космологического объекта, скажем, галактики, или скопление галактики идет со скоростью света. То есть, ну как месяц со Вселенной расширяется. И вот нынешний размер галактик – это размер нуклона, тот, который был увеличенный на размер со скоростью света. На тот промышленный времени, который был с того времени. То есть получается такая картинка, что... Да, кстати, здесь очень интересная еще есть гипотеза по поводу звезд. И источника энергии в звездах. То есть ясно, что разговор о термодинамике, ой, термодинамосинтезе здесь не идет. Потому что синтез не является определяющим. Определяющим идет распад. Вот. И есть некая такая гипотеза, что в звездах звезды, звездное вещество, составляют нуклоны, отстоящие по размерам и по своим характеристикам от нашего нынешнего состояния. То есть у нас в нынешнем таком, ну, звездное, в смысле, скажем так, нуклоны наши человеческие, ну, земные, да, земные, 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 они вот имеют такой... А там антиквариат. А там антиквариат. И они продолжают распад. А антиквариат дорогой. Да, они продолжают распад. Что не много? Вполне возможно, что может даже предположить, что тяжелые элементы, это тоже те же нуклоны, но антиквариатные. Потому что мы как бы... Антикварные. Антикварные, да. Антикварные. То есть мы предполагаем, что это как бы там они состоят. А может это целый нуклон, но вот просто в каком-то таком состоянии еще чуть-чуть сохранившемся. И поэтому преобладает у нас распад постоянно, а не синтез. Во Вселенной преобладает распад. Ну, прежде всего, мы решаем проблему... Энтропия. Проблема энтропии решается. То есть если в традиционной конституционной теории энтропия должна постоянно уменьшаться, то здесь как бы эта проблема решается. Возрастать. Что? Возрастать, да. Возрастать. Здесь проблема энтропии нарешается. Да, кстати, одно интересное совпадение больших чисел, что всегда, в любой момент времени гравитационный потенциал равен С квадрату. Что? Гравитационный потенциал? Да, гравитационный потенциал. То есть М на С квадрат, это формула именно гравитационного потенциала. Гравитационный потенциал уже есть от расстояния, наверное, от гликта, который... Нет, полный гравитационный потенциал Вселенной равен С квадрату. И в этом гравитационном потенциале любая масса имеет энергию МС квадрата. Физический смысл имеет только разность потенциалов по гравитационным потенциалам Вселенной. Нет. Ну, скажем так, если... В данном случае это просто совпадение формы. То есть если я беру... Если я беру массу Вселенной, рассчитывая гравитационный потенциал, то он получается С квадрат. И если я рассчитываю... Это знаете почему? Потому что она у вас покоится. Ну, она не покоится. Ну, она как бы... Ее центр... Если она у вас так разлетается, да? Ее центр масс же покоится. Она разлетается, понимаете? Ее энергия состоит только в ее внутреннем взаимодействии, в этом гравитационном потенциале. Поэтому МС квадрат это полная энергия, а там должно было стоять вот Е, но потенциал там минус или плюс, что там 4 вектора импульса. Ну, это просто такой... Это опять же из области совпадения чисел. То есть если вот рассчитать, то вот так получится. Получится формула Эйнштейна, она получается опять же из совпадения чисел. А что мы еще действительно... Какую большую проблему решаем? Что если мы принимаем теорию большого взрыва и кондиционную теорию, то непонятен сам факт этого взрыва. Что взорвалось и почему появилось такое большое количество материи, неконденсированной, множество вещества вот в таком состоянии. В данном случае мы говорим, что есть некая частица, которая жила-жила-жила-жила и распалась. Вот. И при этом распалась на те же частицы, на такие же наклоны. А может быть, есть другой мир, в котором эта частица такая же маленькая, как он? Да, может быть. То есть здесь можно гадать сколько угодно, но это просто такая вот действительно красивая теория, построенная на, с одной стороны, на красивых совпадениях чисел, потому что все эти формулы были рассчитаны на совпадение чисел. То есть вот, потому что исходные были, они не эмпирически взяты, а просто взяты в формула Дерака, в котором соединены все эти константы, и была подставлена в систему уравнений. Из нее получилось вот так вот меняется гравитационная постоянная, так-то меняется постоянная планка, вот скорость света остается постоянной. Есть еще один интересный момент. Это почему мы не можем измерить переменность константа? А здесь нужно вспомнить мой старый доклад или там главу из книжки «Инновации», в которой вводился глобальный принцип относительности. То есть если специальный принцип относительности нам утверждает, что ни в какой системе координат мы не можем измерить непрерывно постоянное движение. Как звучит это так? Как в инерциальной системе отсчета. Это мы не можем зафиксировать. Везде скорость света будет равна С квадрата. Общий принцип относительности гласит, что никакими измерениями мы не можем засечь гравитационный потенциал. Находясь в искреннем пространстве, мы не можем определить, мы находимся в гравитационном пространстве или ускоряемся. А глобальный принцип относительности гласит, что никакими измерениями мы не можем зафиксировать, в каком времени мы находимся. То есть мы не можем сопоставить эксперименты, находящиеся в разных временах. То есть если бы мы провели эксперимент миллион лет назад, замеряя параметры нуклона, то замеряя в наше время, мы измерим те же самые параметры. То есть наши приборы, мы сами, наше наблюдение меняется. То есть система... Согласованным. Что? Не согласованным. Меняется согласованным. То есть меня... Это получается ненаблюдаемо. Это ненаблюдаемо. Понимаете, в чем дело, если они менялись согласованным образом, зачем я так до чего-то распадался? Вот смотрите, все меняется, оно как бы масштабируется и сохраняет себя. Если в какой-то момент этот нуклон не может себя удержать в себе, и должен распасться. Да, да, да. То есть здесь вопрос... Это вопрос как бы и философский такой, что действительно, если он сам себя сохраняет, то мы должны... Ну, объект или сущность какая-то, сама себя, себе тождественная, то мы должны что-то привнести, чтобы ее отрожествить. А дальше она начинает уже это малое смещение якобы компенсировать за счет каких-то своих действий. Что произошло? Это вопрос более серьезный как бы к этой теории, да, теории распада. Она не непрерывна, понимаете? То есть вот эти распады, они же как бы не происходят постоянно, там нуклон распадается на... А он как бы распадается какими-то шагами. Шагами, да, накапливается. Значит, есть... То есть, скажем так, мы можем предположить, что есть какая-то еще скрытая, постоянная, которая не фиксируется вот в этих, то есть эти мы не можем измерить. То есть на какую гипотезу можно выделить? Ну, она накапливается и до достижения какого-то момента происходит очередной разрыв. Тем более, что... К чему оперировал Амбарцумян? Ну, что посмотрите, мы наблюдаем... Наблюдаем вот нашей Вселенной, мы наблюдаем взрывы, но мы не наблюдаем конденсации. Вот мы наблюдаем, действительно, они продолжаются. То есть там может быть процесс не совсем фиксируется в один какой-то момент, ну, растянутым от какого-то времени вот распады эти идут. Ну, опять же, это же все вот в таких кавычках и выдавано на кончике пера, но просто вот предмет задумываться, что философски, скажем так, философски, правильнее было бы теория распада, чем конденсации. И вопрос с сохранением энергии. Здесь тоже из глобального принципа относительности следует, что энергия не должна сохраняться. Потому что она меряется в данном конкретном случае, мы не можем сравнить энергию в текущем измерении с энергией, измеренной сто лет назад. Мы получим то же самое значение. То есть закон сохранения энергии гласит, что в данном конкретном взаимодействии, столько убыло энергии, столько прибыло вот в измерении, в конкретном. Но это не значит, что абсолютное значение вот этого передачи, вообще не имеем права говорить абсолютным значениям, которое якобы сохраняется во всех цепочках взаимодействия. — Это же означает, что энергия прибывает или убывает? — Не прибывает и не убывает. Такого параметра, из этого следует, это параметры, введенные нашим мышлением для обоснования закономерности взаимодействия. А энергии таковой и нет. Что-то сохраняется в взаимодействии, мы назвали это энергией, и предположили, что это сохранение как бы идет как цепочка от начала. И предположили, что вся энергия совокупной современной Вселенной была на начало. А если принять глобальный принцип относительности, то там достаточно маленькой флюктуации, которая дорастет до нынешнего состояния мира. Я просто хотел сказать, чисто с философской точки зрения, как раз и теория конденсации более правильная. Потому что она говорит о том, что был какой-то хаос, а потом возник порядок. А у вас получается, что был какой-то порядок? Нет, не порядок. А потом возник хаос. Я могу противопоставить другое, что было не хаос. Появилось многое. Мгновенно появилось многое. Нет, просто на самом деле только состоит штука, что когда мгновенно что-то появляется, это означает, что был до этого какой-то период времени, а потом после этого. Нет, ну сейчас совсем было так все правильно. Это тот самый разговор о Боге, который как бы вдруг мир рождает. У Александра это нормально, у него есть одна категория. Один, один. А потом много. А в традиционной мы имеем 10-40 наклонов вот сразу. Есть какой-то хаос. Нет, есть много. Правильно. Откуда делалось много сразу? Еще раз говорю, так всегда было. Это у вас обязательно должно быть какое-то развитие из одного в другое. Вообще говоря, вот эта динамика... А, ну есть возможно, да. То есть это на самом деле гипотеза, что... Да, если не принимать теорию взрыва, а просто наличие в 40-й степени нуклонов, в 80-й степени нуклонов, вот всегда, ну это философски не очень большое. То есть теория большого взрыва, она же не говорит, что они как бы возникли в какой-то момент времени. Как бы время возникло в какой-то момент времени. Ну да, да. Они возникли вместе со временем... Ну они вместе со временем возникло много. То есть мы не говорим, что действительно там... То есть, насколько я понимаю, там точка большого взрыва на поверхности там пространства времени, она неотличима от черной дыры. Понимаете? То есть как бы вот черная дыра, вот точка большого взрыва. Да вообще, я лично считаю, что, во-первых, все эти гипотезы, Они базируются на общей теории относительности, которая попросту неверна. Нет, здесь теории относительности нет вообще, в принципе, близко. Ну, правда, теория большого взрыва, в частности, она не базируется. Теория большого взрыва – это теология, которая, как бы, вот такие-то бутылки, как бы... Нет, теория большого взрыва тоже для меня... То есть, есть расширение вселенной, постоянно Павла, и... Сначала неотличимо от черной дыры. О каком начале ты говоришь? Черной дыры, коих там, не знаю, десятки, миллионы, сотни. О каком начале ты говоришь? Ну, а начало вселенной, каком? Ну, вот его нет. Так, а что за начало вселенной? Вообще, тогда это смысл большого взрыва, я не понимаю. Ничего не было, потом какая-то там флюктуация, и все, по-моему, что... Нет, 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 так у вас говорил, что ничего не было. А что было? Было ядро большое, я понял так. А что было? Была какая-то сингулярность. Это что такое? Просто пустые слова, что ли? Ну, это как бы... А Богослов сказал, был Бог, а потом появился... Нет, ну, давайте, прежде всего, это так, что в современной науке теория большого взрыва, инфляционная, да и ее расширение считается... Ну, мы стримим. Мы стримим. Потому что, я говорю, она все базируется на общей теории относительности. Потому что как раз решение о уравнении Эйнштейна, там найденное Фридманом, в частности, она показывает, что там расширение происходит. Но, естественно, если происходит расширение... Нет, 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 не базируется. Не базируется. Это было предположение... То есть, скажем, то, что в Вселенной расширяется, метагалактика расширяется, это экспериментальный факт. Без всяких... Кстати, а как мы могли это замерить? Ваши статьи говорят, что мы не должны были бы видеть, что она расширяется? Мы не должны были бы его замерять? Потому что все одновременно же масштаб весь распухает. Да, у вас же там радиус даже есть нуклона, понимаете, который растет. Нет, радиус нуклона не растет. Растет не умеет. Растет... Растет... Радиус нуклона, это постоянное. Растет объект, который образовался за счет его взрыва. А как мы замеряем-то его? Почему мы можем замерить? По размеру мы замеряем. По размеру мы замеряем. Нет, тот изначальный нуклон, да, у него радиус был такой, а теперешний нуклон... Такой же нет. Да, радиус нуклона постоянный. То есть, в начале моего радиус нуклона постоянен. Он не нуклон в размере метагалактики. В этих формулах он принимается постоянно. Радиус нуклона... Какойлон, это протонник? Там меняется заряд? Ну, клон. Что? Заряд? Нет, нет, меняется только радиационный постоянный заряд и клонка. Заряд постоянный. Заряд не вставляю в формулы. Нет, подождите, там у вас радиус нуклона, там есть формула для него. К, Е-квадрат, по-моему, различ, что там наш цикл. Да, но в конечном итоге получилось, что он постоянен. Вернее, так, скажем так, не было даже, где-то у меня написано было, почему я считаю это постоянным. А, гипотеза была такая, Игорь, что это нормальный нуклон с нормальным размером, с нормальным зарядом и с нормальным спином. Нормальный нуклон. Меняется традиционная постоянная и постоянная планка. Так, в нормальном нуклоне... И, естественно, масса меняется. То есть, масса нуклона при тех постоянных, она является большей. А, вы должны ли массы к этому постоянных планка? Да, да, да. То есть, нуклон должен, значит, или протон быть, или нейтрон. Правильно? Если нейтрон, то откуда взялся заряд? А если протон, почему? Ну, это, скажем так, частности, после распада нейтрального нуклона уже в звездном веществе. Это не трон, потому что... Нейтрон, это нейтрон. Да, это нейтрон, а уже в звездах, в звездах образуются уже заряженные частицы, там, ну, как... Это действительно не тот вопрос, который, тем более не ко мне сейчас, то есть 30 лет, 30 лет прошло с этой статьей. Рядом с нейтроном находились в этом моменте. А вселенную расширять это... То есть, скажем... А почему она ускоренно расширяется по вашей теории? Это объясняется? Ну, у меня нет... Тогда еще неизвестно. Со скоростью света расширяется у меня. Тогда было неизвестно. Сейчас, может, считается, что она ускорена расширяется? Нет, я не знаю. Нет, так не слышал, что ускорено. Может, чуть-чуть или как... Нет, дело в том, что... Вот если обращаться действительно к общей теории относительности, то там, да, есть решение с замедлением, с ускорением и с постоянным, да. А вот что реально измеряют, пока, кажется, нет ускоренной. Ну, то есть... Мне кажется, экспериментальный факт угрожения за то, что... Ускоренная? Ускоренная, да. И вот, я думаю, он на близкую премию получил, кажется, за это. За то, что изменяется. Вот, и если... Есть другие варианты объяснения... Красного смещения. Есть другие... То есть, есть простой вариант, что расширяется, отсюда красное смещение. Вот. Есть другой вариант, что действительно меняются как-то постоянные, константы меняются, и мы, получая то же излучение из прошлого, видим его смещение. Вот. То есть, другой вариант. Это независимо, как бы, вот, скажем, по моей теории, и в которую входит глобальный принцип относительности, ну, глобальный принцип относительности был введен 20 лет позже, чем здесь. Мы не должны были заметить. Поэтому должно быть расширение. Но вообще, есть вариант, что это стационарное, но меняются как-то константы, и поэтому... Есть еще другие варианты, что свет, проходя через темную массу, теряет энергию от этого красного смещения. А трехмерность пространства как-то участвует во всех этих делах? Что наше пространство трехмерное? А почему бы там, допустим, не четырехмерный друг становиться? Число пи, допустим, оно как-то меняется, нет? Как-то может быть, да, может быть, чего-то... Не, ну, на самом деле, я какой-то из безумных... Ну, есть такие безумные ребята, там, все эти... Число пи зависит от... На самом деле, размер с нашей якобы Вселенной не три, как бы, а три, а число пи. То есть размер Вселенной число пи, так вот это... А, измерение три, 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 три пи, да? Не, не, не... Число измерений... Число измерений... Это пи. Три пи, да. Ну, не три, а просто пи. Ну, пи, ну, не три, а пи. Ну, мы как бы округляем... Ну, три, запятая, и я чистос. Да, 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 да. И, значит, в этом случае, поскольку мы все-таки наблюдаем трех, да, а, в кавычках, реальная пи, то тогда могут объясниться разные эффекты, как проекция вот этого большего количества измерения наших три. А поскольку они такая вот очень странная проекция, то мы это отследить не можем. То есть четыре измерения на три мы могли бы по разным проекциям определить эту конфигурацию четырехмерную, да? Вот, а поскольку оно такая иррациональная... Нормально можно было бы это все отследить. Сейчас уже многие теории физические как бы работают с этим. Ну, с кратными, с дробными измерениями, да. Вплоть до того, что там в статфизике, которая базируется на квантовой электродинамике, там обнаружили, что, ну, вот неудобно решать задачу для размена Т3, да? Потому что там не применить, комфортное отображение, как бы комплексные числа не применить. Они решают либо в размерности 2, либо в размерности 4. А потом раскладывают в ряд по степени отклонения, вот. И проходят как бы в этом ряду сквозь все дробные разменности. Ну, такой ряд, это за это тоже 80-е годы Нобелевскую премию, да, ряд Вилсона. Вот, считай, как бы отклонение там 3-х от 4-х небольших. Мне это еще нравится то, что... То есть получил решение в одно пространство и разложил его в ряд, как бы, чтобы получить в другом. Мне нравится это еще то, что 30 лет назад, когда вообще философией вообще не занимался... Нет, о, нет, тогда типа и 5-й курс уже, да, уже философия была. Уже так архиединский, да? Нет, что, нет, событийная антология. То есть вот в событийной антологии действительно вот теория распада, она больше соответствует, чем конденсационная, чем размазанная и постепенно слипающееся что-то, вот.